Азербайджан и Соединённое Королевство объединяют традиционные отношения дружбы и тесного сотрудничества. Особое удовлетворение вызывает нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений, взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева, премьер-министру Великобритании Элизабет Расс. Глава государства особо подчеркнул, что Великобритания является одним из крупнейших торговых партнёров. Только за 2020 год товарооборот между двумя странами достиг 454,5 миллиона долларов. В 2021 году он увеличился на 47% и составил почти 668 миллионов долларов. Росту товарооборота способствует и работа торговой палаты Великобритании в Азербайджане. Сотрудничество в области закупки, будь то углеводородов, так и это подчеркивалось всегда, развития солнечной и ветровой энергии. В этом отношении Азербайджан представляет особый интерес как экспериментальная площадка. И об этом говорилось не раз, потому что Азербайджан может в этом отношении дать как бы урок для всего региона и даже для государств, которые находятся за пределами Кавказского региона. Великобритания является одним из самых крупных инвесторов в Азербайджане. Объём её инвестиций составляет свыше 32 миллиардов долларов. Около 29 миллиардов долларов вложено в нефтегазовый сектор страны. В такие проекты энергетической безопасности, как Южный газовый коридор, что указывает на успешное энергетическое сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном. В поздравительном письме президент Ильхам Алиев особо отметил, что компании, представляющие Великобританию, в том числе наш надёжный партнёр по добыче нефти и газа, успешно работают в Азербайджане и участвуют в реализации ряда важных проектов. Долгосрочное и продуктивное сотрудничество в энергетическом секторе, являющиеся одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества, играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Азербайджан окажет поддержку европейскому континенту, учитывая те сложности, с которыми Европа наверняка столкнётся в ближайшую зиму. И в этом отношении, конечно, Азербайджан представляет значительный интерес как для Великобритании, так и для Европы в целом. Президент Ильхам Алиев также коснулся вопроса разминирования освобождённых территорий. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан высоко ценит вклад Великобритании в этом вопросе. Поддержка Соединённого Королевства по очистке Карабахского региона от МИН уже превышает 1 миллион фунтов стерлингов. Великобритания всегда поддерживает Азербайджан и в конфликте с Арменией, и в принципе про развитие Азербайджана. Разминирование территории – это, так скажем, social responsibility со стороны Великобритании, чтобы помогать Азербайджану и населению в развитии. Ли Страс, возглавившая правительство Великобритании в связи с её избранием новым лидером правящей консервативной партии, продолжит в целом прежний курс. Сегодня Трас провела первое заседание Кабинета министров, отдав должное своему предшественнику Борису Джонсону и назвав его весьма влиятельным премьером. Трас пообещала, что новое правительство превратит Великобританию в амбициозную страну с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами и возможностями, которые заслуживает каждый из её подданных. Продолжение следует...